Доброе утро, дорогие друзья! Яков возвращался со всей своей семьей домой. По пути он проходил через то место, где ведал лестницу на небо, и, как обещал, построил там жертвенник для Всевышнего. На пути на юг, в Бейтлехеме, умерла Рахель, когда рожала второго сына Якову, Беньямина. Рахель отказалась быть похороненной в пещере Махпила, где все праотцы, и сказала, что будет находиться там, на том месте, где умерла, чтобы успокаивать сынов Израиля, когда они будут возвращаться из изгнания после разрушения первого храма. Она обратилась ко Всевышнему и сказала, точно так же, как я не ревновала к Леи, из-за моего мужа, пожалуйста, не ревнуй к сыновьям твоим, к народу Израиля, из-за того, что они поклонялись идолам. Именно самоотверженности Рахель обязаны мы тем, что Всевышний готов простить нас за все недостатки и ошибки и подарить нам окончательное освобождение. Прекрасного дня, радостного, замечательного настроения и успехов во всех хороших и добрых делах. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...